Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. И сейчас мы с вами обсудим самые свежие новости, которые касаются подробностей визита одиозного американского журналиста Такера Карлсона в Москву, в ходе которого он может записать интервью с российским диктатором Путиным. По крайней мере, такая информация циркулирует в российских пропагандистских СМИ. Правда, Дмитрий Песков в ответ на соответствующий запрос отказался ответить, имеются ли соответствующие планы в Кремле. Китай через газету Global Times, которая часто используется для выражения позиции официального Пекина, выступил против конфискации российских резервов и передачи их Украине. Тем временем, Путин пытается спрятать свой теневой флот в центральной африканской стороне Габоне. Грузинские спецслужбы сегодня официально обвинили Украину в использовании территории этой страны для транспортировки взрывчатки и подготовки теракта. Россия, Китай и Иран пройдут совместные морские учения для обеспечения региональной безопасности, заявил командующий военно-морскими силами Ирана. И, наконец, помощь США, Украине, Израилю все еще висит на волоске. Тем не менее, в Сенате двухпартийная группа демократов и республиканцев представила проект соответствующего компромиссного соглашения. Обо всем этом, друзья, поговорим далее. Итак, скандальный американский телеведущий Такер Карлсон уже несколько дней находится в Москве. Официально об этом визите заранее не сообщалось. И подробности его стали известны исключательно благодаря сливам кремлевских различных инфопомоек, в частности, телеграм-каналов. Его первый раз сфотографировали на посадке на рейсе в Москву в Турцию, а потом уже появилось фото, как Такер Карлсон посещает некий спектакль в Большом театре в Москве. Сегодня пропагандистское издание «Известия» опубликовало видео, снятое, по всей видимости, скрытой камерой, какого-то россиянина, который представляется Алексеем. Ну, такое типичное имя, согласитесь, такое серое, ничего не выражающее, Владимир, Сергей, Алексей для российских сотрудников спецслужб, нормальное, обычное имя прикрытие. Так вот, этот Алексей из скрытой камеры пишет Такера Карлсона, в которой последний признается в любви к Москве и к России, говорит о том, что прилетел сюда, чтобы убедиться, как обстоит ситуация на земле своими глазами. Главная цель визита Такера Карлсона, как предполагается, это интервью, которое он может записать с российским диктатором Блумберг. Сегодня эту информацию уже публикует авторитетное американское агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники в Москве. Запланировано ли это интервью или нет, неизвестно. Тем не менее, Пескова сегодня спросили. Он в грубой форме отказался комментировать эту ситуацию, заявив о том, что мы все-таки администрация президента Российской Федерации, поэтому мы вряд ли должны давать какую-либо информацию про передвижение иностранных журналистов. Много иностранных журналистов приезжает ежедневно в Российскую Федерацию, заявил Песков. Насчет возможного интервью Путина он заявил, что в настоящий момент нам нечего сообщить, если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем. Ну, насчет передвижения много иностранных журналистов, здесь, конечно, Песков врет, впрочем, это делает он всегда, проще сказать, посчитать по пальцам, когда он говорил правду, поскольку Такер Карлсон это далеко не самый простой журналист, даже по российским меркам, а по американским и мировым уж тем более. Такер Карлсон это бывший журналист на полной американского канала, продерживающийся в республиканской консервативной позиции Fox News, с которого он был уволен, человек известный своей приверженностью теориям заговора, а также ярый приверженец бывшего президента Дональда Трампа. Кстати, как писала об этом американская пресса в ноябре 2023 года, Дональд Трамп заявил о том, что он допускает возможность пригласить Такера Карлсона в качестве кандидата вице-президента в свою предвыборную кампанию, и якобы сделал он это с подачи своей супруги Мелани. Мелани Трамп подсказала своему супругу, что приглашение Такера Карлсона могло бы увеличить его, Дональда, шансы на выборы, поскольку за ним стоит многомиллионные, сотни миллионов людей, просматривают его телепередачи на Твиттере, где он начал выкладывать их после увольнения с телеканала Fox News. У него огромная аудитория, и настолько же, насколько он скандален, настолько же он и популярен. Естественно, появление человека, претендующего на должность статуса вице-президента, возможного в случае победы Трампа на выборах, это далеко не рядовое событие по меркам Кремля. Тем более, что любое интервью, которое Карлсон будет записывать, оно будет растержировано не только мировыми, но и российскими СМИ, растянуто на интервью, но ключевая задача, это очевидно, показать, что Путин не является врагом Соединенных Штатов, не является врагом Дональда Трампа. А уж здесь уж российский диктатор точно развернет свою душу на полную, как русский баян. И попытается здесь, в буквальном смысле, попытаться еще раз купить лояльность Дональда Трампа, как он это делал неоднократно в ходе его первого президентского срока. А само это интервью, это прекрасная пропагандистская возможность сейчас для трампистского крыла начать атаку на Байдена, обвинить его в том, что именно он виноват в развязывании этой самой войны. А вот, дескать, друг Владимир действовал уже исключительно, исходя из сложившихся обстоятельств. В стране атакер Карлсон выступал ярко против, яро против предоставления любой помощи Украине, особенно военной. Он говорил о том, что война в Украине на самом деле Путину была не нужна, защищал его позицию и объяснял, дескать, что принимать Украину ни в какие организации типа НАТО, ни в коем случае, естественно, нельзя. Нет сомнений в том, что нынешнее интервью, человек которого можно вполне назвать эмиссаром Трампа в Москве, использует для предвыборной кампании Дональда Трампа. Не исключено, здесь мы не можем безусловно утверждать, не исключено, что он мог согласовывать свою поиску в Москву со штампом Дональда Трампа. Если так, это будет безусловно громким скандалом, поскольку появление любого американца, любого селебрити сегодня в России, а тем более встреча с диктатором Путина, это уже сам скандал сам по себе. Ну и еще один момент, не исключено, что Такер Карлсон таким образом пытается увеличить собственные шансы попасть таки в штаб Трампа и получить номинацию на вице-президента. Потому что таким образом он решил сделать свою самопрезентацию, безусловно понимая, что такой шаг встречи с диктатором Путину Трампу очень сильно понравится. Однако нет сомнений в том, что этой встречей точно должны заинтересоваться американские спецслужбы, поскольку любой контакт с российским диктатором сейчас контролируется, фиксируется. Любые лица, вступающие с ним в контакт, они обязаны будут дать соответствующие показания американской контрразведке. Поэтому, если эта встреча состоится, сомнение в том, что ФБР потребует Такера Карлсона сообщить подробности этой встречи. Нет, другое дело, что он сам может из этого также сделать шоу, попытавшись себя представить жертвой такого вот этого глубинного государства и администрации Байдена. Дескать, они меня тут чуть ли не пытали, допытывались подробности встречи с Путиным. Одним словом, очень много если, 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 все это произойдет, безусловно, только в том случае, если Карлсон таки встретится с Путиным для записи интервью или для приватной встречи. Не исключаю того, что Кремль согласится организовать эту встречу, но, возможно, не под запись, а просто предложит ему встретиться где-то. Но, безусловно, также это сольют. В любом случае, подсвечивание его визита показывает, что Кремль в буквальном смысле потирает ладошки от самого факта, что такой жирный гусь в прямом и переносном смысле залетел к ним в сети, попал в сети. И они эту историю сейчас раскручивают и пользуются ей по полной программе. Тем временем, глава ВМС Ирана, главнокомандующий Ирана, Шахрам Ирани, заявил о том, что Иран, Китай и Россия в скором времени проведут совместные военно-морские учения и пройдут они где-то в регионе. В частности, предполагается, что они могут пройти в Аравийском море. Вооруженные силы стран НАТО начали 24 января свои крупнейшие учения Steadfast Defender, крупнейшие с 1988 года и Ирани отметил, что это такой своеобразный ответ. Подтверждение от других участников Китая и Ирана не последовало, но очевидно, что такая информация не могла появиться бы совершенно случайно. Тем более, что Китай сегодня через газету Global Times, которая используется для слива официальной позиции Коммунистической партии Китая, заявил о том, что выступает против конфискации замороженных за резервов России. Западное правительство ищут способ легализовать передачу в Украине 300 миллиардов долларов забороженных российских активов. И вот в статье, которая не имеет подписи, но очевидно было написано в ЦК КПК Коммунистической партии Китая, полна штампов типа беспрецедентный, немыслимый, суровый, непредсказуемый. И используется термин захват российских активов ради поддержки Украины. Значит, якобы подорвет доверие к собственным обязательствам западных государств и откроет, естественно, ящик Пандора. Таким образом, Китай, мы видим, свое отношение к этой истории выразил. Тем временем, Путин прячет свои танкеры в центрально-африканской стране Габон, поскольку Соединенные Штаты начали вводить санкции против компаний, в первую очередь, турецких и Объединенных Арабских Эмиратов, которые занимаются перевозками российской нефти. Из-за этого российские владельцы вынуждены регистрироваться в менее известных юрисдикциях типа Габона. Сообщается о том, что из-за этого число судов под флагом Габона выросло более чем на 100 за последний год. То есть, по 100 судов перерегистрировались в Габоне, который активно используется для вывода России из-под режима санкций. Американцы активно вводили режимы санкций против аравийских и турецких компаний. 17 танкеров было только внесено в последний список. Они используются для перевозки сырой нефтехимических продуктов, которые ходили под флагами Либерии, в том числе еще одной африканской страны. Ну и, наконец, еще одна громкая история, о которой надо разбираться подробно. Она, очевидно, заслуживает отдельного обсуждения, тем не менее я не могу не упомянуть. Служба государственной безопасности Грузии сегодня обвинила Украину в том, что якобы она использовала территорию для переправки взрывчатки в Россию. Соответствующие заявления были озвучены в эфире грузинского Первого канала. В заявлении спецслужбы Грузии говорится о том, что взрывные устройства, военное взрывчатое вещество С4, всего 14 килограммов, были перевезены из Одессы через территорию Румынии, Болгарии и Турции на миниване, который принадлежал гражданину Украины далее в Грузию. По мнению грузинских спецслужб, перевозку организовал гражданин Украины Андрей Шаша Ридзе, бывший баллотирующийся депутата Одесского горсовета от правящей партии президента Украины Слуга Народа. Также они заявили о том, что якобы Украина могла готовить теракты, в которых потом должна была обвинить Грузию. Одним словом, очевидной набор дикого бреда, написанный явно не в грузинских спецслужбах, а на Лубянке, факты тесного сотрудничества грузинских разведчиков с их российскими коллегами, хотя коллегами назвать их можно с большой натяжкой, уже абсолютно всем очевидны. Грузия небезопасна сегодня для западных экспатов и для граждан Украины, в первую очередь, поскольку территория Грузии сегодня используется в открытую для игр, радиоигр, шпионских игр и провокаций российскими спецслужбами. По сути, Грузия сейчас стала второй Белоруссией на посоветском пространстве, где российские спецслужбы чувствуют себя абсолютно спокойно и вольготно. И это не только мое мнение, надо отнестись к этому предупреждению гражданам Украины максимально внимательно, поскольку каждого из украинцев, сейчас находящегося в Грузии, по делам или по иным причинам, могут сделать жертвой провокации российские спецслужбы и их подельники из грузинских спецслужб. Одним словом, как бы не печально было констатировать этот факт, нынешняя грузинская власть является, по сути, подельником и соучастником действий Кремля. И вот сегодня мы еще раз убедились еще в одном примере этого активного сотрудничества.